Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня у нас что? Сегодня у нас биткоин стоит 42 700 долларов плюс-минус. Это очень хорошо, мы идем по нашему сценарию. Идем к нашим следующим тейкам. Давайте-ка посмотрим. Во вчерашнем видео мы натягивали с вами Fibonacci уже под конец видео на BNB, но после этого я решил накинуть попробовать и на биток от локального хая до локального дна и посмотреть куда мы можем подняться по числам Fibonacci. Смотрите, мы сейчас уже пробили уровень 0.23. Следующий уровень Fibonacci это 0.38, это 47 000 долларов. Следующий уровень это 0.5, это 51 000 долларов, 51 500. Ну и 0.61,8, стандартная коррекционная история до уровня золотой карман, это у нас с вами 55 000 долларов. То есть я думаю, что биткоин как минимум дойдет сейчас либо вот досюда, до 47, а то и 50, а то и все 55. И вот оттуда может быть следующая коррекционная волна куда-нибудь до 0.38 или до 0.05 с последующим уже пробоем наверх, если мы ждем все-таки пробоя наверх. Может быть, конечно, так, что и сразу Tuzemun, но так бывает редко, это же все-таки не доджкоин. Тем не менее, да, я жду, что мы будем все еще повышаться сейчас, тем более у нас здесь money flow на 4 часах зеленый, желтые точки отрабатывают. Так что все, как говорится, зашибись в целом. Вот, тем не менее, конечно, не надо исключать всегда фактор черного лебедя, что может быть и вот так вот, и Tuzemun, и приехали. Просто пока все выглядит достаточно хорошо. Мы удержали вот эту восходящую поддержку, мы вернулись на ретест и пробили линию предыдущей поддержки, и движемся как раз уверенно к линии, также линии поддержки бывшей, которая логично может выступить у нас с сопротивлением вот здесь, либо вот эта линия сопротивления вот здесь. Так что 46.52 консервативно, я думаю, что мы туда дойдем очень-очень скоро. Доминация биткоина у нас с вами отскакивала, но, как мы видим, отскок особо успехом-то и не увенчался, о чем тоже мы с вами и говорили, что отскок может и будет, может и более внушительный, но в целом мы это все дело ждем вниз. И вот у нас был ложный пробой вот здесь. Есть, конечно, желтая точка на дивере, на сайфере после вот этой желтой точки на дневке, что говорит о том, что, может быть, мы увидим более хороший отскок, тем более сетка EMA Ribbon завернулась в бычью сторону здесь, ну как она заворачивалась и вот здесь, и вот здесь. Поэтому смотрим, смотрим. Я думаю, что может быть сильный сквиз альткоинов сейчас, даже вот какой-нибудь такой, но потом все равно я жду доминацию вниз, потому что уверен, что альтсезон еще не закончился. И практически уверен, что мы перепишем вот этот low и, как следствие, вот этот абсолютный all-time low или all-time high по альткоинам. Я все еще жду, что мы спустимся туда ниже. И вот после этого нам дадут уже серьезную желтую точку, как было вот здесь. Обратите внимание, здесь тоже были желтые точки на вот этом и на вот этих уровнях. И все думали, что это конец альтсезона. Был сильный отскок, но после этого мы ушли еще ниже в финальную фазу уже альтсезона с финальной желтой точкой. Я жду вот чего-то такого, сильный отскок и финальный импульс, финальную кульминацию альткоинов с финальной желтой точкой вот здесь. Но это дисклеймер, это всего лишь мое мнение, не финансовый совет, ребята. Просто развлекательный контент. Окей, Dash BTC. Тоже мы видим, что заходная W в принципе только-только начинает отыгрывать. То есть те, кто ищут монеты на дне, а не на хаях, к биткоину монеты, которые могут сделать 10x, то Dash BTC это практически подарок сейчас, как и Dash к эфиру. Желтая точка, опять же Fibonacci. Ну мы это с вами все проходили много раз, давайте не будем повторяться. DOT смотрели, DOT находится на восходящей поддержке. Желтая точка, дневка, очень сильный сигнал по DOT. Я думаю, что он пойдет сейчас наверх, тем более к биткоину DOT тоже находится в канале. После вот этой желтой точки отрабатывает. Я думаю, что он пойдет сейчас наверх. Сейчас закончу запись этого видео и прикуплю, наверное, чуть-чуть Dota. Bitcoin Cash тоже зашевелился. Тоже на днище днищенском. Желтые точки вот эти еще даже толком не отработали. Тоже жду его на 5-10x наверх к биткоину. Litecoin Bitcoin тоже самое на дне накопительного канала. Litecoin к эфиру еще круче вообще, посмотрите на это. Просто гигантский падающий клин с пробитием, сами знаете куда, по теханализу. Вот, поэтому разгружать сейчас частичный эфир в недокупленные альты, на мой взгляд, очень-очень круто. Тем не менее, мы видим, что GameFi сектор, такой как MANA, Sandbox и прочее, отскакивают очень-очень хорошо. Отскакивают увереннее, чем старые альты и чем биток. Да, MANA отскочила уже на 86% плюс-минус. Это, конечно, хорошо, скажете вы, кто это скальпит, вообще замечательно. Но я, тем не менее, с точки зрения инвеста среднесрочного, сейчас бы не рекомендовал брать ни MANA, ни Sandbox, ни LUNU. Потому что они уже очень хорошо набрали, как и MATIC. Они могут пойти еще выше, могут, но на балансе вероятностей, на мой взгляд, лучше подбирать монеты, которые вот здесь и вот здесь. Которые мы только что с вами и посмотрели. Вот такой взгляд на ситуацию в целом. Эфир давайте посмотрим еще. Эфир тоже выглядит очень по-быче. Посмотрите-ка, удерживает аптренд. Но, тем не менее, был у нас тут ложный закол, судя по всему, ниже трендовый. Сейчас мы возвращаемся на ее ретест. И если не отвергаемся и не падаем жестко, то, соответственно, закрепляемся выше и идем дальше наверх. Но, тем не менее, напоминаю вам, что эфир уже очень сильно тоже набрал. Поэтому не забывайте о том, что у любого актива, который очень сильно набрал, потом случаются вот такие вот медвежьи рынки. Или затяжные коррекции. Поэтому на балансе вероятностей я и говорю, что эфир сейчас переводить частично в недокупленные альты может быть очень-очень неплохо. Хотя, я думаю, что нас ждет еще финальный мощный импульс по эфиру. Куда-нибудь и на 7 или, может быть, даже там на 10-15 тысяч мы увидим. Эфириус, потому что эфир к биткоину тоже выглядит невероятно по-быче. В параболическом закруглении, в параболической дуге вот мы движемся наверх. И судя по звукам с HGR Trade, я слышу, что да, мы продолжаем выносить шартистов, ребята. Продолжаем пампить потихонечку. В связи с чем мои позиции просто разрываются в крышесноснейшем профите. На байбете я держу биток, XRP и Dash. Не исключаю варианта закола с Dash'ем обратно куда-нибудь в район сотки, но и не жду особо. Поэтому расставил спекулятивные сетки на разгрузку. Опять же, ребята, дисклеймер, это не HODL позиция. HODL позицию я не продаю по Dash'у ниже 1000 долларов, вообще даже не начинаю. Там цели 3, 5, 10, 15 тысяч и так далее. Но спекулятивно на фьючерсах часть позиции разгружать это святое дело. Вот, и на банане тоже вот у меня авторазгрузка происходит уже. Здесь было 250 контрактов, сейчас уже 165. И вот она сетка ордеров, то есть он летит наверх и потихоньку-потихоньку меня разгружает. На Аполлониксе держу Атом к биткоину, Манера к биткоину и биткоин кэш к доллару. Потихонечку лонгую. На Фемиксе тоже у меня небольшой лонг по биткэшу, по биткоину хороший лонг. Тоже с плавной разгрузкой, вот сейчас чувствую, вот это ведро нальют. Потихонечку-потихонечку разгружаем сеткой ордеров. А вот по золоту я пока тормознул здесь лонг, потому что были выходные, и сейчас оно открывается вроде как ростом, поэтому планирую добирать, наверное, золото. И хочу вам рассказать одну прекрасную вещь про биржу PrimeXBT, спонсора сегодняшнего видео. Замечательной платформе, где вы можете торговать и криптой, и фондой, и всеми традиционными активами. Зацените, что они для вас придумали. Внизу под этим видео вы найдете ссылку на биржу PrimeXBT, на которой сейчас действует особое предложение. Бонус до 7000 долларов на ваш депозит по промокоду CryptoCommons50. Как его получить? Переходите по этой ссылке из описания, регистрируете аккаунт на бирже, вводите имейл, пароль, принимаете условия. Если вы находитесь в России, после регистрации вы увидите вот такое сообщение, что вы находитесь в ограниченной юрисдикции, но вы не парьтесь, ставьте просто галочку «Подтверждаю, что я не резидент России». Нажимаете «Подтвердить» и все. Вуаля. Здесь нажимаете «Продолжить» и видите вот такое сообщение, что вы можете получить вступительный бонус 500 долларов или 5% на депозит. Но это обычная акция. Это обычная акция. После внесения депозита вы получите 5% на депозит. Но по нашей ссылке, как я уже сказал, вы получите эксклюзивный бонус 7% на свой депозит. Давайте же проверим, как это работает. Для получения бонуса вам нужно обязательно перейти в свой марджин кошелек и ввести здесь промокод CryptoCommons50. Это аннулирует ваш предыдущий бонус 5%, но вы получите бонус 7% до 7000 долларов на депозит, соответственно, в 100000 долларов. И все. Вуаля. Вот он. Промокод активирован. Максимум 0.17 BTC. Вот нам показывают. Можно получить. И теперь осталось внести депозит. Депозит вы можете внести в битке, в эфире или в тезере. Мы вносим депозит в тезере. Вы создаете новый марджин аккаунт в валюте пополнения, то есть USDT, и пополняете его вот здесь. И если вы профакапились вот так же, как я только что, и ввели свой промокод не в тот марджин аккаунт, а в BTC аккаунт, ничего страшного, вводите еще раз здесь промокод в USDT аккаунт, вот он появляется. Вы вводите средства обратно на спот кошелек и пополняете снова, но уже нужный аккаунт. В моем случае USDT. 5000 тезера вот у нас пришло. На марджин аккаунт кладем. И вуаля. Вот наш с вами бонус. 350 долларов. 7% на депозит. Вот мы видим общий баланс аккаунта 5350 долларов. 350 долларов бонус. Вот так это работает. И дальше мы можем идти в марджин трейдинг и торговать на этой бирже как криптой, причем здесь есть крипта и к доллару, и к биткоину, так и традиционными рынками, такими как валюты, золото, серебро и так далее и тому подобное. Даже нефть и индексы Dow Jones и всего такого прочего. Так что, ребята, PrimeXBT это по сути ваш брокер в традиционный мир финансов. Дисклеймер не финансовый совет, но я буду присматриваться сейчас к лангам по золоту и по серебру на этой платформе. Подробный обзор как на ней торговать у нас есть на канале, сейчас он появится сверху, обязательно посмотрите. Ссылка на биржу, еще раз повторяю, в описании. По ней вы получите дополнительный бонус 7% на депозит до 7000 долларов. Только по промокоду CryptoCommons50. Вот такие вот дела. Спасибо бирже PrimeXBT за поддержку этого видео и мы продолжаем. И самый прикол этого промокода, ребят, в том, что он действует на неограниченное количество депозитов до того момента, пока вы не достигнете максималочки в 7000 долларов. То есть вы можете вносить депозиты хоть каждую неделю и на каждый внесенный депозит вам будет капать сверху бонус в размере 7% на депозит. Вот такой вот прекрасный промокод специально для наших подписчиков от биржи PrimeXBT. Вот, так что в целом, ребята, настроение быча. Обновляем CoinMarketCap. Видим, что все Тузамунит, точнее только начинает, подготавливается к Тузамуну. Но, на мой взгляд, еще раз говорю, ребят, я консерватор. Может быть, я уже отстал от моды, но я уверен, что вот эти все альты, которые сейчас в топ-10, Терра, Солана, Polkadot, все вот эти перехайпленные проекты, они могут быть, на самом деле, прекрасные проекты технически и фундаментально. Но я жду, что они пойдут вниз, вылетать из топ-10, из топ-20 и так далее. Потому что это циклично, ребят. Так происходит всегда. И мы видим, что даже топовые предыдущие криптовалюты, такие как Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, ну Ripple пока держится, Stellar. А в целом они тоже летают вниз, Ethereum Classic. Но мы помним с вами, что происходит, когда топовые монеты накапливаются внизу. Zcash, Dash, вон, на 83 строчке уже. Они накапливаются внизу, а потом выборочно стреляют обратно в топ-5. Поэтому, дисклеймер, не финансовый совет, на мой взгляд, не надо держать монеты из топ-5, как раз, потому что они меняются постоянно. Надо держать монеты, те, в которые верите, то есть как инвестицию, как HODL, те, в которые вы верите, проектор держать и не вынимать их там до 10 иксов вообще. Ну, плавно разгружаться, конечно. Но в целом, если вы верите в монеты, то держите их и не продавайте дешевле, потому что только так вы теряете деньги на рынке. А мы зарабатываем их, ребята, когда вы так делаете. Вы нам их отдаете. Не делайте так, делайте по-другому, покупайте дешевле, продавайте дороже и будет вам профит. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем профитролей. И напоминаю вам, что хешрейт биткоина переписал свой all-time high, а цена еще не переписала. Так что это вопрос времени. Всем хорошего дня. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok